с нами и кто будет смотреть на записи. Итак, наш великий традиционный эфир в четверг в 22 по Москве. Мы собираемся на огонек, который Светлана уже во всех смыслах организовала для нас, для вас. И, друзья мои, сегодня попрошу, чтобы были уже вы более-более активными, потому что все правила уже знают, а тем, кто не знает эти правила, я сообщаю. Наша встреча со Светланой Лавровой, уникальным человеком, которая через свой опыт пришла к определенным состояниям и готова вести нас за собой. Готова делиться в эфирах просто, скажем, даром. В дар, друзья, всем, безоплатно. И, конечно же, кто особо одаренный либо кому-то требуется тягач, то, конечно же, вы можете продвигаться со Светланой прям шаг в шаг, степ-бай-степ в марафонах. И также Светлана организовала в Инстаграм группу. Светочка, правильно говорю? Да, да, да. В Инстаграм организовала? Ага. И также есть группа в Инстаграм, друзья, где вы также можете задавать вопросы. И это такой чат живой. Вот. Все, что касается где что, это как раз-таки в ссылках под видео, касаемо встречи со Светланой. Все у нас на YouTube-канале «Автополстар». Что-то мой язык не хочет разговаривать, значит, пора передавать слово. И мы приветствуем, Светочка, тебя. Добрый-добрый вечер. И твои пожелания нам на сегодня. Что бы ты хотела нам сегодня, скажем, какой установить нам, скажем, график или, может быть, какой-то свободный режим? Ну, конечно, как обычно, свободный режим по вопросам. Единственное, я бы, наверное, все-таки хотела начать эфир с того, чтобы еще раз, в очередной раз сказать ребятам, что можно голодать, можно устраивать сухие дни и два дня, и сутки, и два дня. И для этого особой какой-то огромной подготовки не нужно. Это, наверное, какой-то более естественный процесс такой, чтобы у нас замедлились какие-то, пришли какие-то облегчения состояния там. Ну, различные. То есть это не требует особой подготовки. Но если мы говорим о длительных сухих днях, либо вообще мы говорим об автономии, то я бы все-таки хотела напомнить, что подготовка физического тела, она занимает максимум 30%. 70% — это наша голова. И я, наверное, все-таки хочу еще раз уточнить, что на своих марафонах я ребятам рассказываю свой опыт, и я им как раз говорю, мы с ребятами на марафоне прорабатываем наши психические и психологические аспекты, включая депривацию сна. То есть я конкретно кого-то не вывожу в автономию. Это сделать невозможно. И если какие-то курсы, где говорят, что мы вас там за сколько-нибудь дней выведем в автономию, я правда не знаю, как это сделать, возможно ли это сделать, но я знаю, что точно можно все узелки, которые в голове, развязать, все пазлы собрать, чтобы человек уже сам понимал, насколько это ему нужно. И если он понимает, что ему это нужно, то он с легкостью уже может переходить в это состояние. Он уже знает, как это делается, он будет знать, для чего ему это конкретно. Но на марафонах в автономию я не перевожу. То есть я даю людям те двери, те знания, которыми я обладаю. А воспользуются они ими или нет, это уже, конечно, на их усмотрение. И именно поэтому я всегда выставляю отзывы ребят, чтобы вы посмотрели, как у них проходил этот процесс, что они в этих марафонах нашли для себя. Если вам это близко, то, конечно, приходите. Но если вы думаете, что после этого марафона вы выйдете и не будете кушать просто каким-то волшебным способом, это не так. у вас будет именно проработка психологическая, и именно вы будете понимать вот эти все процессы. И если вы именно по психологическим процессам не готовы были выйти на какие-то, на сколько-то дней, на какие-то сухие дни, на какие-то более длительные сухие дни, вам, конечно, это будет очень легко сделать. Вот. Это я как бы сказала, хотела сказать такую ремарочку, потому что мне начинают писать люди и говорить, а я после вашего марафона точно выйду в автономию. Вот. Это, ребят, все равно зависит от вас. Это ваш организм, а я вам могу только дать свои знания, свои навыки и передать вот эту вот энергетику в группе. Конечно, у нас собирается всегда шикарное. И с группой идти в какие-то свои познания, в познание себя намного легче, намного интереснее. Итак, отлично. Я все-таки немножко теперь своего русского на русский перевожу то, что я вначале сказала, и Светлана многое прояснила. Друзья, те, кто к нам случайно, вроде бы, как кажется, случайно, закономерно зашел на огонек, я хочу еще раз сказать, что Светлана с 14 марта, я правильно говорю, марта у нас, с 14 марта, Светлана, ты так и продолжаешь? Давай, а то, может быть, тебя, может быть, что-то ошибаюсь? Я рассказывала, что я с 14 марта зашла на все эти дни, потом у меня поднимался, я не помню, когда, у меня был период, когда у меня поднималась температура, я съела немножечко арбуза, и я в какой-то период у нас вот здесь вот поспел виноград, я его, конечно, проглотить не проглотила, но я несколько виноградинок я попробовала, то есть я не иду кому-то в доказательства, я иду в исследование своего тела, и если мне на каком-то периоде захочется прям съесть что-то, я это себе обязательно позволю, но если мне захотелось попробовать виноград, попробовать этот вкус, я взяла эти две виноградинки, да, я попробовала, мне не захотелось проглотить, ну, как бы сок я в любом случае проглотила, но все остальное я выплюнула, вот, и я не призываю людей к тому, что если вы зашли на сухие дни, что прямо если вы будете стоять, смотреть на какой-то фрукт, у вас будет течь слюна, слезы, и вы будете так стоять и горевать, не надо, вы не поймаете тех автономных состояний в этом своем каком-то непонимании себя, вот, вот, в разногласии вашей психики и тела вы не придете к этому, если уж очень чего-то хочется, не обязательно это даже там проглотить что-то, какой-то фрукт или овощ. Но если вам очень хочется это сделать, то отследите, откуда эта эмоция пришла, подумайте, нужно ли вам это сделать, и если вы придете к выводу, что это нужно, сделайте, если у вас проработана психика, вы не пойдете в зажор. Когда психика проработана, вы понимаете, что вам еда это не нужна, вы просто возвращаетесь к какой-то эмоции, и потом вы понимаете, нужна ли была вам эта эмоция, либо уже не нужна. Это немножечко другой аспект, и это уже не про еду. Да, да, я еще раз хочу сказать, что мы сейчас со Светланой так получилось, идем в унисон, продолжение, потому что что она сказала, это про меня. Именно такое у меня было, когда я плакала и смотрела в Египте, как на пляже разносят чай в красивых стаканчиках, знаете, таких, как и в Турции. Это были мои слезы, когда я очень хотела чай. И Лилечка, которая была со мной с Украиной, я лежу на шезлонге и плачу. Она говорит, что ты плачешь? А я говорю, я хочу чай. И это было связано именно с тем, когда я была первый раз в Египте. И сейчас я вспомнила этот момент, когда ты рассказываешь. А я говорю, я просто хочу. Я хочу из этой посуды, я хочу именно вот этот вкус чая. И это было вообще просто, ну, действительно, вот сейчас я понимаю, это было тогда насилие. Это был первый месяц моей автономии. Вот. И что еще? Это даже не моя автономия. Это был первый месяц по пути. Что такое автономия? А что такое автономия, я еще до конца не знаю лично. И, соответственно, у каждого оказывается своя автономия. Правда, Лиза? Я сейчас немножко еще, друзья, значит, Светлана, определилась в своем выборе не есть. Сначала мало едет, сыро едет, моно едет и так далее. Когда у нее начались проблемы со здоровьем? Какие были проблемы и подробности, смотрите, в предыдущих выпусках, особенно в первых выпусках, друзья. Но я хочу еще раз сказать, что, конечно же, человек просто так от нечего делать. Мало кто будет отказываться от еды или переходить на уровень другого, скажем, питания, чуть-чуть здоровее, например, из вегетарианства, веганства, выше-выше, сыроедение, моноедение, жидкое питание, сокоедение и так далее. Поэтому, естественно, в основном все мы, кто уже практикуют, решают свои задачи. У каждого из нас свое намерение, чтобы вы понимали, своя, есть мотивация к этому. И вот именно из этого уже дальше складывается работа с тем, чтобы психически, психологически проработать вот эти привычки нашего гостеприимства, нашего хлебосола. Как что все общения, все встречи происходят именно у нас за чашечкой, за тарелочкой и так далее и тому подобное. Это шашлычок и еще круче что-нибудь, да? Там еще налей, выпей, закуси, давай наливай и так далее. Это, друзья, сейчас у меня такой экспромт, потому что на самом деле непросто переходить, когда вокруг окружения привыкла всегда проявлять свою любовь через это. А что это? Оно всегда сказывается в том, чтобы закормить, как говорится, на убойках кормят иногда, а потом разрешать эту проблему. Почему я говорю так смело? Сейчас я именно тоже имею отношение к этому делу, так как у меня появились клиенты. И вот сейчас идет работа с человеком 145 килограмм. И, соответственно, мы работаем через сознание. И это очень непростая работа, это тяжело. Я вот за пять дней я вымоталась. И поэтому я теперь понимаю, Светлана, почему марафоны должны быть платными. Почему они платные, моя дорогая? Это на самом деле это очень большая энергетика, скажем, должна как бы, не знаю, не то что уходить. Это очень большой энергообмен, друзья. Это факт. Вот я честно говорю, я прихожу, заваливаюсь в ванну, лежу несколько там минут, 30, и только после этого все завершается, когда я восстанавливаюсь. Итак, друзья, мы переходим сейчас к вашим вопросам. А если их не будет, то Светлана уже видит свои вопросы, я вижу, готовится. Все, передаю микрофончик. Да, ну я хотела бы здесь ответить, сразу же пошли вопросы. Сергей спрашивает, при каких болезнях нельзя заходить в сухие дни? Сергей, смотрите, каждая болезнь, мы сейчас не можем все болезни, я с вами не смогу сейчас рассказать про все болезни, но в своем, если их обобщить, то любая болезнь это какое-либо воспаление, а воспаление, оно всегда базируется на жидкости, то есть без жидкости воспалиться ничего не может. И когда мы убираем эту жидкость, убирается и воспаление. Но если вы про какую-то конкретную болезнь, то это можно разобрать с нескольких сторон. Во-первых, если вы ее просто хотите убрать сухими днями, эту болезнь, не проработав ее, она к вам все равно потом вернется, даже если она при сухих днях у вас уйдет. Потому что психосоматику никуда мы деть не можем. Каждая болезнь, которая присутствует в каком-либо человеке, она вам нужна для чего-то. С помощью этой болезни вы решаете какие-то свои вопросы. Вы получаете с помощью этой болезни свои какие-то плюшки. И это нужно четко понимать. И если вы их отследите и проработаете, то она у вас, конечно же, уйдет, а сухие дни, скорее всего, это просто помогут сделать намного быстрее. Это мое мнение. Я, надеюсь, ответила. Если нет вопросов, то я зачитаю, которые мне написали. Да, хорошо. Я просто хочу стать автономом, потому что хочу. Просто стать автономом, потому что хочу. Ребят, так не получится. Потому что автономия – это просто образ жизни для чего-то. Это инструмент. То есть автономия нужна для того, чтобы и для каждого есть что-то свое. И если вы вот тот аспект, к которому вы идете, вы дойдете к нему намного быстрее через автономию, то, конечно, это хорошо. Но если автономия здесь ни при чем, то вы просто психологически не сможете выйти в это состояние. Здесь нужно четко понимать, для чего вам не есть и не пить. Потому как автономия – это же, я уже, наверное, говорила, что не есть и не пить – это первая ступенька, это про тело, про наш аватар. Но у нас есть следующая ступенька – это когда мы депривируем сон. Это то, что происходит за нашим аватаром. Это уже другая история, это уже более глубокие результаты, это уже более глубокие проработки. и если вы хотите прийти просто к автономии, чтобы не есть и не пить, ну, во-первых, вы просто будете на длительном голодании, вы не придете к автономии, вы не придете к этому состоянию, потому как вы не понимаете, видимо, пока, может быть, не понимаете, что это такое, и это нормально. Я тоже изначально не понимала, я просто шла к другим своим целям. И когда вы уже приходите, когда вы уже начинаете познавать свое тело, когда вы уже закрепляетесь в этом результате, вам уже хочется не просто познавать свое тело, а вам хочется познавать окружение вокруг себя. И это уже другой момент, действительно, там уже идут более глубокие проработки, там уже идут другие результаты, там уже идут другое восприятие всего, что вокруг вас происходит, в чем вы происходите. Это уже немножечко про другое. Второй вопрос. На автономии не липнет загар. Это как? На автономии очень хорошо липнет загар, но на автономии вы не обгорите, скорее всего. Ну, по крайней мере, я могу сказать только свой опыт. Сколько бы я ни находилась на солнышке и на каком бы солнышке я ни находилась, у меня ожога кожи нет, то есть у меня кожа не облазит. Но загар, он у меня есть, и вот сейчас вот уже я давным-давно не загораю, все равно у меня как бы пигментация так осталась. И насколько я знаю, что люди даже, которые выходят на сыроедение, у них цвет кожи меняется, и он у них становится более естественным. А более естественным, это когда уходит вот эта вот серость, и он появляется, он такой становится, кожа становится не ближе к розовому, а, наверное, ближе все-таки к какому-то карамельному цвету. И на фоне того, что было и того, что есть, уже кажется, что как будто бы кожа темнее становится, уже на сыроедении. Она приобретает немножко другой цвет. И на автономии загар вложится очень хорошо, но сгорать кожа не будет. Но это у меня так. Возможно, у кого-то по-другому я не разговаривала, не знаю. Автономия — это состояние тела или больше состояние сознания? Ну, я, наверное, уже ответила на этот вопрос, что автономия — это состояние и тела, и состояние сознания, но смотря на каком этапе вы будете. Если мы говорим просто, когда мы находимся без еды и без жидкости, то это состояние тела. Если мы говорим, что мы идем в автономию дальше и депривируем сон, то это уже состояние сознания. Это уже другой уровень, другое восприятие. «Выходили ли вы из тела?» Когда вы себя осознаете, когда вы осознаете, что есть, то вы понимаете уже, что вы не тело. Вы не можете из него выйти, потому что вы изначально как днем никогда не были. Тело, оно в вас. Вы больше, чем это тело. С чего начинать облегчать питание? С чего начинать облегчать питание? Ну, я бы, наверное, порекомендовала начинать облегчать, наверное, убирать все жареное и специи. То есть, если даже вы не уберете мясо, то без специи, как правило, вы его есть не сможете. Оно у вас отвалится. Поэтому, если, ребят, вы убираете специи, то мясо, птица, они отваливаются в первую очередь. Потому что без специи это мясо, оно практически не имеет вкуса, оно имеет только эмоции. Поэтому я бы, наверное, рекомендовала в первую очередь ограничивать себя начинать в специях. И когда вы начнете ограничивать себя в специях, у вас начнут отваливаться многие продукты. Без этих специй они просто никакие, невкусные. Ну, а после этого, наверное, после специи убрать, наверное, всю молочку, потому что она, ну, можете сами в интернете очень много информации про молочку. Можете сами посмотреть, можете отследить по своему состоянию здоровья, можете отследить по своему восприятию, как вы будете себя чувствовать. И вам уже будет это, наверное, более понятно. И потом уже дальше процесс пойдет. Стоит ли отказываться от вареного? Я все же думаю, что стоит, наверное, прислушиваться к своему телу. И если вы начнете его чувствовать и ощущать, то вы начнете понимать, что с вами происходит, когда вы съели вареное, но вы должны ощущать не только физическое тело, вы должны ощущать и состояние психологическое, и психическое состояние свое. Перед тем, как это съесть, и после того, как это съесть, лучше это записывать. И когда вы это записываете, тогда вы понимаете, что с вами происходит. Например, дня три или четыре попробуйте покушать вареное, если вы хотите, в принципе, понять, насколько вам это нужно. А дня три покушать только сырую еду. И все это записывать. И тогда у вас будет четкое представление того, какая еда влияет именно на ваш аватар и на ваше сознание. И вам будет проще принять это решение. Ребята, я хочу обратиться в чат, Светочка, сейчас, секунду. Может быть, у нас в Zoom практикующие ребята хотят задать вопрос. Девчонки и мальчишки, пожалуйста, включайтесь, если есть продолжение вопроса. А у меня пока идет такой вопрос. Так как я знаю, что ты, Света, очень много ездишь на велосипеде, есть ли у тебя желание в перспективе участвовать в каких-то велопробегах, а может быть, просто в марафонах без велосипеда, вообще что-то в этой области, скажем, ускорение? Есть ли у тебя какие-то... Я бы, конечно, с удовольствием, но я понимаю, чтобы участвовать в тех же каких-то велопрогулках уже на другом уровне, то там нужны, конечно, другие финансы. Там нужен специализированный велосипед, там нужна форма, там очень много всего нужно. И, к сожалению, у нас так построено, в России у нас так построено, чтобы заниматься каким-то спортом, ты должен неплохо зарабатывать. Поэтому, да, я бы, конечно, с огромным удовольствием, если бы какие-то там марафоны были по велосипедам, я бы с удовольствием. Но пока нет такой возможности, вот как-то так. Может быть, никогда этим не задавалась, вот такой целью. Может, если задаться целью, и возможность бы появилась. Но пока вот так. Да, если будет идея такая, то, наверное, приложится. Светлана, а можно, пользуясь случаем, спросить у тебя дату рождения? Хотя бы число и месяц. Четвертое июля. Отлично, понятно. Окей, хорошо. Ну и так как пока все молчат, а здесь я еще... Сейчас посмотрим. Что-то такое. Ага. Ничего не вижу я в других чатах. Я хотела бы спросить. Такое, знаешь, чисто женское. Вот на таком длительном неедении меняется ли, чтобы что-то у женщины в качестве критических дней? А вот насколько это... Может быть, краткосрочность другая, либо еще что-то? Какая интимная часть? Ну, оно, конечно, на строедении меняется. Да. То есть они... Они в принципе отходят. Но я вам могу сказать такое, что если ты понимаешь, что вот если я понимаю, да, что я не том, что отдаю какую-то энергию, а если я понимаю, что появился в моем поле какой-то человек, которого... Я не просто даю информацию, от которого я не просто получаю информацию, а которого я как бы пропускаю через себя, очищая. Вот есть такие моменты. И если в моем поле появляется такой человек, и я с ним общаюсь какое-то время, то очищение идет. То есть этот процесс восстанавливается. Пусть он на месяц восстанавливается, но тем не менее такое есть. Я это замечала уже неоднократно. И причем я общалась с людьми, которые, ну, под день, но не больше трех катков. То есть мы не качаем мышцы, а мы естественным образом природных, я бы так сказала, начинаем прорабатывать не руками, потому что ручками мы можем на сухих днях свои органы немножечко сместить, что не очень хорошо. Но если мы начинаем вот таким способом прорабатывать, то у нас получается естественным способом наша гладкая мускулатура, она под этим роликом как бы сжимается и разжимается. И буквально два-три катка вот этих вот будет достаточно зараз. И таких подходов в течение дня всего четыре. И тогда мы как бы прорабатываем свои внутренние органы именно нашими мышцами. И у нас вот этих болевых симптомов, их либо не будет, либо они будут совсем несущественными. Ответила Тагир? Да, благодарю. А я тогда вернусь к тому вопросу про марафоны, Светлана. У нас был в предыдущем, в позапрошлом даже эфире старт 10 и 13 сентября. Марафон закончился или нет? И когда будет следующий? Вот. Ну, у нас этот марафон закончился сегодня. У нас он растянулся не на семь дней, а на девять. У нас как бы такая группа была очень активная. И я не смогла за семь дней все те темы, которые я хотела донести ребятам, рассказать. Поэтому у нас он немножечко растянулся. И это нормально. Вот. Следующий марафон, по-моему, шестого числа. То ли пятого, то ли шестого сентября. Я вот точную дату не помню. По-моему, шестого сентября. Октября уже. Октября, Светлана. Октября, октября, да. Вот. Прекрасно. Это марафон, да, мы запускаем. И, конечно же, Римочка, тебя ждем, чтобы ты потом свою независимую оценку рассказала. Ой, независимую и зависимую, получается. Мои объективные, субъективные. Да, это время как раз удобное. Я до третьего числа вообще в цейтноте. А прям четвертого и пятого у меня уже все хорошо. Благодарю. Все, буду готовиться. Ага. Ребята, где вы, где вы? У нас остается где-то полчасика. Давайте уважать время спикера Светланы и свое личное. Да, я бы тут хотела еще ответить на вопрос от Вениамин. Что-то в нос говорит наш неед. Я хотела сказать ребятам, что да, такое бывает. Я позавчера, я была на свадьбе, и на свадьбе я накрасилась. Она накрасилась, ну, как большинство. И, видимо, она красилась такой косметикой, которая мне не подошла. И вот у меня очень сильно чесались глаза. У меня они до сих пор очень такие тоненькие, синяки прям здесь. Вот здесь прям было красное. И, видимо, вот здесь вот у меня все было красное. Видимо, через нос оно у меня пошло. Да, такое бывает. Поэтому как ни крути, когда ты выходишь на автономные дни, твое тело не может принимать косметику, не может принимать лак, не может принимать всякие эти вот какие-то искусственные красители. Но только на совсем какой-то, видимо, короткий период. Потому что если вот целый день в этом... Ну, вот у меня такая реакция была. Да, видимо, вот оно все равно вот через нос у меня пошло, как вот я вижу. И такое есть. Поэтому не проходит бесследно, очень чувствительный организм становится. И от этого никуда не деться. Да, это хорошая лакмусовая такая проверочка. Потому что чем дальше, тем чище. Чище это логично. Логично, что все больше и больше организм будет отвергать ненатуральное. Да, вообще. Да, да. У меня тут тоже была очистка дней 10 назад. Две недели, наверное, может, 12 дней. И когда просто лилась вода из глаз и из носа. Я думала, что это какой-то у меня, я не знаю, не то что там годовой запас. Наверное, полувековой запас. Вот это какая-то слизь выходила, видимо, просто вода, вот водой как бы. Я понимаю, что это межклеточная жидкость света. Представляешь, прям просто лилось. Я уже устала и просто положила салфетки на глаза и сидела. Пусть они текут. Вот. Вот такое было. Я понимаю, о чем. Спасибо. Ребята, есть еще вопросы? Я тоже сейчас посмотрю. Может быть, в Ютубе есть. Вот, кстати, может быть, сейчас есть возможность просмотреть, как дети реагируют на твой режим, да, твое расписание, как твои дети поменялись за эти полгода. У них есть уже более осознанное, скажем, состояние, чем они были до того, когда ты там практиковала, но не регулярно, скажем так. У детей что поменялось? У меня вообще, я бы, наверное, сказала, что у меня вообще дети такие, они очень осознанные сами по себе, и они, наверное, другие, они, наверное, иные, не потому что они у меня такие замечательные, а потому что, во-первых, я когда провожу эфиры, когда провожу марафоны, они все равно находятся где-то рядышком со мной, и они бывают, что слушают, они слушают эту информацию. У них все равно воспринимается эта информация, где-то она откладывается. Они начинают разговаривать по-иному. Они, у нас нет дома культа еды, то есть у нас есть еда, потому что в любом случае дети ее кушают, но у нас нет культа еды. То есть у нас нет такого, что завтрак, обед и ужин. Они бывают, что вообще, они просто бывают, что посадятся и кушают сами по себе. Вот им захотелось покушать, они покушают. Старшие у меня вообще бывают, что уходят на футбол и приходят домой только уже ближе к ночи, и, например, говорят, я только водички. И для них это нормально. Они у меня не худые, они у меня не дистрофики. Они у меня, наверное, где-то раз по 50, они у меня подтягиваются. То есть они такие достаточно жилистые, спортивные парни. То, что касаемо еды, обычная еда у них без культа еды. То есть если даже какой-то праздник, то у нас нет такого, чтобы в праздник пойти и куда-то поесть. У нас есть такое, что в праздник мы себе позволяем куда-то съездить на какие-то иные мероприятия. То есть все, что связано с активным образом. Нам интереснее вот такой образ жизни. То, что касаемо учебы, наверное, тоже как-то ближе к среднестатистическому. То есть у меня оставший сын, он учится в обычной школе, он изучает дополнительно английский язык еще, и он дополнительно еще изучает через университет, у него есть дополнительные занятия, он изучает императивную физику. Ему это интересно. А младший, он просто занимается в школе в обычной, занимается дополнительно английским, и дополнительно он еще изучает, как это называется, ну что-то связано с компьютерами. А так, ну и спорт. Спорта в нашей жизни очень много присутствует. Это как бы максимальное количество времени, это все в спорте. Они оба занимаются футболом, и много времени на это уходит. Вот, все, что касаемо детей, как бы все, наверное, как у большинства. Здорово, здорово. А сколько детям лет, Света? Старшему 14, а младшему 9. Очень классно. Ну, они уже проявляются, да, как помощники с точки зрения мужчины, наверное, там, да, у них есть мужские качества. Ну, это они делают все абсолютно. То есть, то, что касаемо мужских каких-то качеств, там, что-то прибить, что-то починить, что-то сделать. Даже дверь в машине открыть, как бы это у нас как бы, ну, это нормально, да. Хорошо, хорошо. Я почему интересуюсь? У меня тоже два сына. Они, конечно же, постарше. Уже вылетели из гнезда, но все равно это на самом деле все закладывается нами, мамами, женщинами. Мы первые женщины у наших сыновей. Поэтому, да. Прекрасно. Есть вопрос в чате. Сейчас я его озвучу, Светлана. Только что прочитала. Итак, Сергей спрашивает. Светочка, при сухих идет раздражительность. Все для меня не так. Начинаю учить. Это со временем проходит? И на каких днях? Ну, вообще вот эта раздражительность, которая присутствует на сухих днях, это говорит о ваших гормональных скачках. И если вы будете по-иному заходить на сухие дни, делать так, чтобы максимально вашу поджелудочную железу успокоить, которая дает вот этот вот гормональный всплеск, вам будет проще это перейти, эти этапы, эти границы. И эта раздражительность, она идет от непонимания, еще непонимания процессов, которые происходят в теле. Это идет на подсознательном уровне, потому что физическое тело, оно отрицает то, что происходит в психическом теле, в нашем психологическом теле. И вот эта вот несостыковка, она дает такой результат. Светлана, а вот является ли раздражительностью признаком к излакованности организма? Зашлакованности? Плохо было слышно. Да, да, зашлакованности, да. Я что-то у меня сейчас с этим, с микрофоном. Ну, зашлакованность, она у нас в любом случае присутствует, к сожалению, в максимальном количестве. И, конечно, это тоже влияет, потому что, когда у нас начинает организм очищаться, у нас начинает точно так же скакать, прыгать просто наши гормоны. И когда наши гормоны начинают прыгать, у нас начинает это выливаться в первую очередь психика. И мы не всегда можем даже это контролировать. То есть мы даже можем понимать, что мы делаем, но остановиться в некоторых моментах не можем. И здесь я бы просто порекомендовала, если есть у вас возможность обратиться либо к психологу, либо начинать вот эти вот свои сухие дни в каких-то группах, но с теми людьми, которые вам будут резонировать именно по вашим вибрациям, то если вы пройдёте хотя бы одно такое вот, один процесс сухих дней, либо просто прочиститесь хотя бы головой, чтобы понимание пришло, то вам в следующий раз будет легче. Потому что как бы вы самостоятельно не пытались, вы всё равно будете, у вас этот дежавю будет повторяться постоянно. Это я просто на себе испытала. Я к этому процессу шла очень долго, и у вас есть все шансы пройти его намного быстрее. Потому что сейчас очень много спикеров, очень много практикующих, и вы можете под себя, под свой темперамент найти того человека, с которым вам бы было проще понять те процессы, которые происходят в вас, чтобы в вашем понимании, когда уже есть этот собранный пазл, вы себя по-иному будете ввести, и даже в те моменты, когда вы берёте еду и жидкость. У вас будет абсолютно другое понимание этого процесса. Вы будете чётко знать, к чему вы идёте, и что происходит с вашим аватаром. И у вас будет абсолютно другая реакция. Есть ещё вопросик, Светочка. Видишь, да, на ютубе. У меня только вот он включился, поэтому вот я пытаюсь читать. От Натальи. Да, Светлана, подскажите, пожалуйста, вы успеете ответить. А так, у меня низкое давление. Если я на диете, бывает лёгкое головокружение. Подскажите, что при низком давлении вообще делать? Спасибо. Ну, при низком давлении я уже, наверное, говорила уже много-много раз и повторюсь, наверное, потому что это действительно очень действительное свойство, специя, которая уже проверена не только на мне, и даже не на десяти человеках, а на очень большом количестве людей. Есть такая специя – гвоздика. Она нормализует наш состав крови. То есть она нормализует кровь. И я её очень рекомендую на сухих днях, потому что она не просто нормализует, то есть она не просто разжижает, а она именно нормализует. То есть что такое низкое давление? Это очень жидкая кровь. Низкое давление – это жидкая кровь. Высокое давление – это густая кровь. И попробуйте гвоздику. Если гвоздика вам будет по каким-то причинам не совсем приятна, то попробуйте тогда палочку корицы. Точно так же под язычок кладёте и начинаете сосать. В течение двух часов она у вас растаствуется полностью. И у вас получается состояние, вы сразу же почувствуете состояние, оно у вас будет иным, оно у вас будет другим, и вам будет намного легче. И если будет легче, то дайте обратную связь, напишите, как, что. Ну и, конечно же, обязательно ходьба. Обязательно нужно запускать свою лимфатическую систему, чтобы кровь не просто циркулировала по нашим венам, но чтобы она по мелким капиллярам везде проходила. Потому что низкое давление – это то же самое, что в мелкие капилляры наша кровь не проходит. И именно поэтому у нас снижается это давление. И чтобы в мелкие капилляры кровь проходила, их нужно как бы расклеить. И вот эти вот эритроциты, у которых появляется иное свойство при той же гвоздике, оно дает возможность именно максимально нашей крови запуститься там, где она должна проходить. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Ждем ваших результатов. Светлана, если можно, зачитай вопросы, которые там. Два вопроса одинаковые в Ютубе. Можно ли на всеедении сначала попить травяные чаи с медом, а потом попробовать сухие? Ребят, смотрите, травяные чаи с медом. Травяной чай. Что такое травяной чай? Это та же самая вода. Вода, если вы начнете пить воду, то есть вода – это для вашего организма, это голод. Из голода выходить на голод – это, наверное, будет вам тяжело в сухих днях уже существовать даже первые два дня, потому что вы выходите с голода на голод. Что касается меда, это вы запускаете поджелудочную железу, то есть вы даете всплеск для поджелудочной железы. Поджелудочная железа – это наши гормоны. То есть на второй, на третий день, скорее всего, вы после чая с медом, если не проработанная голова, то, скорее всего, вы сорветесь, потому что мало того, что вы запустили свою поджелудочную железу, вы дали ей гормональный всплеск, так вы еще и вышли с голода, зашли на голод. Поэтому я думаю, что это, по моему мнению, по моему опыту, это не совсем корректный вход в сухие дни. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли использовать для перехода все дни на автономию воду с медом? Ну, я, наверное, ответила на этот вопрос. Я бы так стала делать. Я так делаю. И вы знаете, друзья, на самом деле кто-то хочет сразу пойти на несколько дней и так далее. А вот я по своему опыту хотела бы сказать, что все-таки хорошо хотя бы себе сделать один день свободный от еды, занять его интересами, какими-то встречами, то есть тем, что вас наполняет. И не бегите никуда далеко, начните хотя бы с одного дня и уже разоблачите себя. а то, знаете, мое тело все время несло меня на кухню и когда я там завязала краник на бантик, знаете, все там, и все закрыла, все поубирала, я приходила и тупо смотрела. Потом думаю, что я тут делаю? Вообще я не понимала, почему меня сюда принесло, потому что ничего не было на глазах и вот эта засада меня, конечно, приводила в состояние ступора. Вот. А потом я также начинала уходить и понимала, что надо просто уходить из дома. Понимаете? Надо уходить, общаться, коммуницировать. Вот, Светочка, если можно, про это немножко. Еще. Да, но у меня не было такой возможности, чтобы убрать всю еду из дома, потому что у меня дети и у меня не было такой возможности, чтобы у меня уходить из дома. То есть я либо я там детей отправляю в школу, сижу какие-то свои дела делать. То есть у меня такой возможности не было. Именно поэтому, наверное, Наверное, мне пришлось всё больше и больше подходить к тому, как проработать свою голову. И когда мы начинаем в осознанности прорабатывать те моменты, почему мы это делаем, а я думаю, что, Рим, ты после фарафона это поймёшь, то тогда мы начинаем, приходим к тому, самая благость — это когда ты приходишь к тому, что тебе в этом состоянии просто хорошо быть самой собой. Неважно где, неважно с кем, неважно в каком это месте, это будет, может быть, даже самый великолепный ресторан с самыми такими твоими любимыми явствами, но для тебя это уже не будет тем процессом, чтобы ты захотела это съесть, потому как у тебя будет другое восприятие всего этого. И когда ты приходишь к тому, что еда тебе просто неинтересна, не потому что вот ты себя заставляешь есть, не потому что у тебя сменились вкусы, а когда ты понимаешь, что в твоей жизни появился следующий этап, следующий какой-то момент, где тебе интересно. Это то же самое, что если ты, например, тебя учили всегда рисовать карандашом, но ты всегда заглядывался на цветные картины. И когда тебе предоставили краски, ты начал рисовать краской, в следующий раз тебе подают карандаш, а тебе уже не хочется его брать, не потому что ты не умеешь им рисовать, не потому что ты не хочешь рисовать, а просто потому что тебе сейчас карандашом рисовать уже неинтересно, тебе хочется рисовать краской. И здесь такой же процесс. Ты понимаешь, что ты можешь поесть, ты понимаешь, что ты можешь поесть свои любимые блюда, что ты понимаешь, что ты можешь остаться наедине сам с собой, и тебе не нужно от себя уже убегать, потому что ты уже начинаешь воспринимать всё по-иному, по-другому. Тебе становится интересно быть самим собой. Тебе уже не хочется заедать одиночество, тебе не хочется получать эмоции от того, что есть на поверхности. Тебе хочется получать эмоции от другого. Да, это я уже словила насчёт того, что когда мы в интересе, да, и вот эти эмоции, которые приходят во время этого интереса, интересного созидания какого-то там, сотворчества, и вот именно это состояние, оно захватывающее. И вот когда ты говорила, мне такое ощущение, что я прям погрузилась в это состояние, и я уже где-то близко, где-то его нанюхала, и очень-очень хочу. Итак, ждём марафона 4-го, 5-го, начало, да? Ты ещё просто не знаешь, да? 5-го, 6-го, я не помню. Я сказала уже ребятам, но не по-моему, то ли 5-го, то ли 6-го. А, даже не 4-го, а 5-го, 6-го. Ну, понятно, вот в этих числах 4-го, 5-го, 6-го. Хорошо. Здесь, конечно, ребята спрашивают про цену. Вот. А у меня это открытая информация. Ага. Нет никакого, то есть у меня нет такого, что там посмотрите туда, зайдите через эту ссылку, потом ещё что-то. Ага. Всё абсолютно открыто. Марафон 7 дней, предположительно 7 дней, потому что он бывает затягивается у нас на 8 дней. Ну, марафон 7 дней стоит 7 тысяч рублей. Это марафон возможности меня. Это то, что касаемо тела, еды. Есть марафон по депривации сна. Это уже более глубокий марафон. Он идёт 4 дня. Я рассказываю те процессы, которые вы можете словить на депривации. То есть это не просто, как быть на Неспании, а именно те процессы, опять же, начиная с головы, для чего Неспании, что вы в этом Неспании, можете для себя ощутить, на какой уровень вы выходите и что вы уже начинаете творить. 4 дня – 10 тысяч рублей. Потом марафон желаний. Ну, вот мы вот англоязычный запустили, русскоязычный мы ещё не запускали. Он тоже 4 дня, тоже 10 тысяч рублей. И в Инстаграме у нас такая болталка есть. То есть мы с ребятами просто каждый день у нас там тоже эфиры ежедневные. Обсуждаем те вопросы, которые насущны. Закаливание. Можно ли наесться запахами? Что это такое? Что такое мужчина и женщина? То есть разные-разные-разные-разные вопросы. То есть это у нас такая маленькая такая жизнь. И там у нас вход 500 рублей на месяц. То есть 500 рублей платим. Мы совместно делаем эфиры. То есть я разговариваю, если кто-то хочет подключиться, подключается. То есть он такой вот, как бы такие домашние тапочки у нас. Вот этот вот закрытый клуб, который может присоединиться каждый на любом этапе абсолютно, когда только захочет. Эти эфиры всегда в доступе. Можно посмотреть, даже если ты пришел сегодня, а там вчерашний, позавчерашний, тоже можно посмотреть, пожалуй. То есть закрытый клуб в Инстаграм с доступом к эфирам? Да, да, конечно, конечно. Ага. Все понятно, все понятно. Надо перейти по ссылочке. Я уже не помню, подписана я или нет. Вот. Но я так вижу, что у нас есть еще один интересный вопросик. Именно вот от девушки, девушка, по-моему, да, где у нас девушка? А вот Наталья пишет. Если при таких диетах перестают идти женские дни, это может повлиять на репродуктивные функции? Не-не-не, это абсолютно разные вещи. То есть овуляция вот так и происходит. Это уже доказано. И вы можете сейчас же в аптеках есть эти, по-моему, тест-полоски, что-то такое, либо какие-то тесты, я не знаю, не в курсе. Но уже многие-многие девочки пробовали. И действительно, овуляция идет в том же порядке, по той же схеме. Просто нет этих кровяных выделений. И все. А все остальное точно так же идет. Оно никак не связано с вашей депродуктивной деятельностью. Я думаю, что ответ принят. Да, Наталья, наверное, осталась довольна ответом. Ну что ж, друзья, смотрите, у нас по нулям, 23 часа Москвы. Мне кажется, что мы очень сегодня много осветили вопросов. И нам нужно отпустить Светлану, чтобы на следующий четверг было о чем поговорить, да? Да, я думаю, что вопроса никогда не кончится. Присоединяйтесь. Точно. С удовольствием. И на марафоны, и на эфиры. Да-да-да. Практикуем, присоединяемся, приходим на эфиры, заходим в Инстаграм. И активно-активно практикующие, конечно же, будут уже иметь совершенно уровень других вопросов, потому что, на самом деле, в практиках там уже более глубоко идет понимание, и, соответственно, вопросы будут другого порядка. Ну что ж, друзья, я думаю, что с вашего позволения я объявляю о завершении сегодняшнего эфира. Было очень ровно, как всегда, приятно, так по-домашнему, с огоньком, да, с теплом таким, Светочка. Спасибо тебе огромное, и до новых встреч, дорогая. Спасибо огромное. Намасте, пока-пока.